Покровская земля богата на традиции. Именно здесь проводится и Покровский привал, и Покровская лыжня, так полюбившиеся многие. В минувшие выходные там же по инициативе ветерана спорта Александра Голубкова и комплексного центра социального обслуживания населения прошли соревнования по футболу, с прошлого года также ставшие традицией. И открыл турнир напутственными словами директор комплексного центра Сергей Халямин. И сейчас у нас тоже становится традиционный, первый шаг у нас был сделан в прошлом году, где мы проводили небольшой такой турнир, и сейчас традиционный и футбольный турнир. У нас есть еще и другие соревнования, которые участвуют пожилые люди, пожилые люди старшего возраста, значит, передают свой опыт, свой энтузиазм, энергию. И в честь этого мы учредили даже вот такой у нас есть флаг, пять видов спорта, это лыжи, это турслет, это футбол, это у нас будет впереди стрельба, и впереди у нас будут еще городки. И, наверное, не состоялись бы такие мероприятия, у нас они масса проходит на хорошем энтузиазме, именно праздники, когда нет, если нет энтузиастов, кто этим горит, кто этим занимается. И вот этот турнир сегодня не только, и вопрос к улыбнию, это большой вклад, проявляет свой энтузиазм, энергию, такую задористость, это, конечно, Голубков Александр Павлович. В этот день именно Александру Голубкову было предоставлено почетное право поднять флаг соревнований. Большое спасибо, конечно, корпусному центру в лице Халямина, что у нас тут Деноска тоже помогает, собирает, организует. Большое спасибо. Значит, родственникам большое спасибо, что друзья, соседи, с кем играли. С Мишей мы вместе выросли, в одном классе учились, вот на этом стадионе и росли мы. Вот эта команда в 68-м году заняла кубок, здесь по первенству урожая выиграла, когда были мы пацанятами. И нам, когда дали премию по 10 рублей, мы прыгали, наверное, больше, чем сейчас адвокат, который получает 6 миллионов. Большое всем спасибо, конечно, пару слов о Мисе. Миша у нас был всегда лидером, физически был очень крепкий, он нас нагло выше был всех, значит, в футболе, он примерно как Марадона. Бил с собой их ног, такой же был, телосложение такого же, значит, скоростная, взрывная скорость была стартовая у него. С ним было приятно играть, ему вперед кинешь, он убегал от любого. Наверное, благодаря ему только мы и кубок выиграли в 68-м году, будучи виниорами, выиграли у мужиков тогда. Хотя мужики у нас считались, это кремень был, значит, урожая, и на области ездили не играть, и в финале играли. Но вот этой командой мы, вот у нас Воротчик остался в кепке, стоит с той командой, Саша Черевных остался, Горяев, значит, тот вот еще Толя. Вот полкоманды тут у нас есть, приятно, конечно, всех видеть. И большое вам всем спасибо. Миша, о котором говорил Александр Голубков, это Михаил Зорин, покровский футболист, в честь которого и состоялся этот турнир. Кажется, все нужные слова были сказаны, и ветераны спорта, словно юноши по свистку, окунулись в игру. Свою любимую игру футбол ветераны превратили в настоящий праздник, как для себя, так и для зрителей, пришедших поболеть за своих близких и просто знакомых. Всего в турнире приняло участие пять футбольных ветеранских команд. После завершения первого этапа соревнований, которым являлся традиционный футбол, участники турнира и не думали расслабляться. За первым следовал второй этап, в котором необходимо было пробить пенальти, заработав при этом как можно больше очков, на которые были разграничены ворота. По радостным лицам ветеранов можно было судить о том, что праздник удался, но праздник был спортивным, а в любых спортивных соревнованиях должны быть свои победители. И в завершении праздника они, конечно же, были определены. Победителем в номинации «Лучший вратарь» Вильюрова Андрея. Действительно, по-настоящему чувствовалось слово «вратаря». Работа в номинации «Лучший бомбардир» Яковитин Александр. Лучший защитник – Кожевин Борис. Самый полезный игрок – Сыкарев Евгений. За преданность футболу в номинации «Шакиров Федор». Ребята, а он сам не смог играть, он собрал команду и перевел. Ну и переходим к награждению наших команд. Благодарственное письмо комплектный центр благодарит команду ветеранов «Сехтер» за участие в турнире, посвященном памяти ветеранов Футулово-Артемовского района. Спасибо. Второе место заняла команда «Амазэ». Город, город, город. Город, город. Город, город. Город, город. Второе место – команда «Покровского». Черемных. Ура! Ну и первым победителем в нашем соревновании, в нашем турнире, в турнире стала команда «Станции». Ура! 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 Так, ребята! Трубок переходящий! Ура! Особо были отмечены те, кто старался сделать все возможное только для того, чтобы этот праздник вообще состоялся и прошел достойно. Это патриоты спорта Александр Голубков и Александр Яговитин. Ну а завершили праздничный турнир, посвященный Михаилу Зорину, слова его жены. От лица родных, близких и от себя лично я благодарю организаторов этого матча ветеранского. Благодарю друга инициаторов – это Сашу Голубкову, рука детства моего мужа. Вот у него везде написано «Палыч», а муж у меня все звали «Тиныч». Он там «Стантинович», вот тоже «Тиныч Палыч». И хочется пожелать всем здоровья, хочется пожелать, чтобы у вас не проникло, чтобы вы жили все долго, чтобы все дружили. И вот есть такая детская песенка. «Ты-да, я-да, мы с тобой, ты-да, я-да, мы с тобой. Нас не разлучит никто и никогда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами, с вами навсегда. Всех благ вам, ребята. Огромное спасибо от всех нас. А Миша, Миша светлая память, конечно, лично какой. Мы его любим, мы его помним и, конечно, никогда не забудем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!